все вижу слава христи вопрос из книги тавита 513 ангел сказал у него вопросили из какого-то колено и он сказал я горит азария из рода она не великого из братьев твоих то есть это сказал ангел получается ангел рафаил обманул тавита выдавая себя за азарию он ведь не являлся как бы человеком из рода его вот видите у нас тут так как-то устроено все что мы буквально смотрим и смотрим что за этим есть вот мы знаем пантелеем он целитель но там мальчишка то можете 14 было и он мимо проходил а там скрывался от властей ермолай священник пресвитер и он видел его в окно через шторку а потом когда он пошел из учебы с училища свое медицинском он в университете учился наверно и он остановил поздоровался потихоньку дверь приоткрыл калитки открыть зайди сюда и тот зашел зашел и а он видит он идет спокойно такой размышляет у него просто заметил уже и говорит а где ты ходишь куда с кем живешь все разузнал и стал говорить ему о вечности ты только никому не говори а то тут нас узнают как вот я тебе сейчас показываю царство небесное то отец небесный он послал сына своего иисуса христа который умер за грехи наши и вот это великое сокровище даровал жизнь свою отдал за нас и он у него остался чуть не целую неделю домой то пришел а отец его говорит ты где же был так долго то он горит знаешь отец у я уроки воспринимал очень боялся пропустить настолько было меня неожиданное сложное это все касается медицины отец горнула 1 а когда вернулся преподаватель спрашивает у тебя счеток долго не было то ты где жил вот видишь и какое дело отец горит мне имение свое оставляет я его рассматривал долго надо было там вот собрал он или не соврал он отцу отцу сказал то что ему преподал ермолай но в таком виде что можно было на двое растолковать и там сказал про отца то думал об отце которую у пантелеймона он говорил об отце небесном вот эта двойственность такая подобная она разрешается еропаил если переводить на русский язык означает исцеление божие тоже связано с медицей а он как ответил азаре азаре означает помощь божия а любой медик он оказывает помощь он был боссан к табиту саре чтобы их исцелить оказать помощь от бога в исправлении ситуации то потому что выдавали ее там демон ее полюбил осмодей и женихов этих душил их и все ну табит то был исцелен от слепоты а сара вышла замуж и оба имени их значение то были были оправданы на деле делом оправдана вот у меня мой сказать переводится неизвестный интересно мое имя переводится с латинского а с латинского огненный ну и как или один говорит где да я тут у неизвестного был меня на назвал мое имя в переводе а тот не понял неизвестно потом узнал что был доктор еще что меня обманул я не обманул я у него и был говорит и известно означает игнатий ну вот и все не обманул ангел все да понял следующий вопрос в откровениях 22 глава 8 9 стих описано я иван видел и слышал сие когда же услышал и увидел пал к ногам ангела показывающие мне сие чтобы поклониться ему но он сказал мне смотри не делай сего ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророком и соблюдающим слова книги сей богу поклонить и вот возникает вопрос почему же мы поклоняемся ангелу разве это правильно я не знаю кто задает эти вопросы но это не православные это определенно это сектанты до баптисты там кто такие вопросы задавали в университетах и я знаю кто они а почему ну ты щетка ясно не делай все больше ничего не надо но я сразу спрашиваю смотри ангел явился в раму он пал считаем других местах маной отец самсона тоже поклонился и во всей библии всюду везде ангел являлся и ездры попал лицом на землю но это понятно почему страх брал и а этот говорит не поклоняйся почему те не говорили вот это нестыковка нестыковка сектантского скудоумия они говорят пётр когда вошел корнили корнили поклонился он говорит не делай сего богу поклонись я тоже человек сектанты берут это клоняться нельзя призывать помощь нельзя божьей матери поклоняться нельзя вот так и все оба примера которые сейчас сказал а они понимают ложных суть того чем словом ангел выражается четыре разных человека ангела падшего демона и христа вот это читаем мы когда 14 главу исая пророка двадцать восьмую языке или говорится о падшем херувиме он был это ангел падший с маленькой буквы он ангел но ангел который разрушил все что можно было разрушить дальше но значит ангел святой и ангел с маленькой буквы еще агел называли даже по-другому изменяли но библия не делает различие ангел сатаны принимает ведь ангела это ангела света сам сатана вот а когда читаем малахи и там говорится пророчество я пошлю ангела который приготовит путь пред тобой ангелом назван ян креститель и предангелом приготовить путь и ангелом тут же называется христос так вот в откровении неоднократно появляется ангел он появляется то в виде ангела то в виде христа и он ангел я видел как ангел сошел с неба и взял большую цепь и сковал дьявола на тысячу лет а господь ведь ключи ада и смерти у него значит никто не мог дьявола победить только христос и в данном случае как раз об этом-то речь идет а как а вот давайте слова посмотрим я и он видел слышал он поклонился со мне как со словах книги сей богу поклонился в данном случае это ангел появился он перед этим только явление было в 20 главе в виде ангела являлся христос и он с намерением он намерение то ему дано понять и он видит он кланяется считая его за христа и он говорит нет с таким внутренним настроем богу поклонись только я ангел всего лишь сослужитель тебе и братьям твоим точно так и там вот петр не принял вот это сектанты взяли но почему вы не берете когда сыны пророческие поклонились елисею когда илья был вознесен почему мать соломона приходила кланялась его лицом до земли написано почему там-то принимали ответ простой даже очень простой но на сектантское разумение он не действует никак он твердо стоит на своем я как почему тут может там нельзя а нельзя вот почему корнилию было видение и явился ангел и он знал что человек ниже паранжирующим ангел потому что человек облечен смертной плотью он смертный и ангел не сказал слова а вот придет петр и он скажет а раз он не может сказать откуда тот может почему он выше а выше ангела только бог и он его принял за бога ну как так человека за бога очень даже просто это легко очень делалось у язычников вот павел в одном месте когда проповедовал он там с варнавой а если там исцелили и сразу признали за богов боги в образе человеческом сошлись они быка за рога и хотели жертву принести павел разорвал одежду кинулся что вы делаете я человек и когда он был на острове милит когда кораблекрушение случилось ехидно повисло на его руке ну очевидно повисло считает и укусила и они ждали что сейчас упадет из сего человека спасшегося от моря на земле суд божий не оставляет жить это значит очень грешный но видя что ему ничего не случилось и мгновенно переменили мнение и сразу же сказали это бог а там поликаонский воскликнули боги в образе человеческом взяли быка и хотели принести в жертву так и здесь они считали человека за бога язычники легко легко переходили на такое поклонение подай боги то в них с человеческими страстями какой такой аполлон а вот он за дианой побежал понравилось боги бегают за девушками но накинулась и превратилась а в волну волна а то вкус превратилась это греческая мифология и так и здесь иоанн поклонился внутренним поклонением как богу вот мы если будем правильно смотреть у судей 13 20 возьмем когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу ангел господень поднялся в пламени жертвенника и видя это мано и жена его пали лицом на землю у тавита 12 глава 15 21 я рафаил один из семи святых ангелов которые возносят молитвы святых и восходят пред славы святого тогда оба смутились и пали лицом на землю потому что были в страхе но он сказал им не бойтесь мир будет вам благословляйте бога вовек я пришел не по своему произволению а по воле бога нашего потому и благословляйте его вовек все дни я был видим вами но я не ел и не пил только взором вашим представлялась это и так прославляйте теперь бога потому что я восхожу пославшего меня и напишите все совершившееся в книгу и встали они и более уже не видели его кто сделал действие ел ложку брал в рот можно какие лет а ничего этого не было почему тогда я но это татьяна запретил ангел поклонения вот так как я объясняю в откровении 1 17 мечтаю когда увидел я его то пал к ногам его как мертвый и он положил на меня десницу свою сказал мне не бойся я есть им первый и последний то есть господь виде ангела а он только что перед этим явлением являлся христос виде ангела и все затем снова является ангел но я поклонился этому ангел то с внутренним поклонением как богу а уж такого-то отклонение поклонение ангел не мог взять принять себе ибо он как я сослужитель тебе но зачем говорит а петр я тоже человек слово тоже человек то за него не за человека приняли то вот эти слова ставят все на место и тогда понятно почему там поклонение принимали все святые а здесь не принимали вот они для сектантского ума а янтовной без этих слов на что ангел есть сослужитель а зачем данный момент ангел показывает ошибку и она он говорит как бы вот так я всего лишь сослужитель и божеская честь которую ты воздаешь меня она непристойная не могу ее принять вот с таким поклонением ты можешь преподать только к богу богу поклонись ведь и зачем эти слова это и говорит вот такая трактовка она не допускает никаких противоречий в священном писании а в противном случае если рассуждать это по-сектантские ангелы то принимают поклонение а то не принимают а такой непоследовательности в служителях божиих не бывает не бывает что бог сказал а потом забыл 20 главе исход не дело изображение на небе что есть а в 25 игр сделай изображение херувима сектанты ничего не могут понять они берут значит иконы в расход а почему делает а потому что на небе по образу небесного сказано было сделать вот такой ответ все понятно следующий вопрос это мне вопросы задавал когда задают подписанию у людей у всех библия на занятиях или где-то в зале и один-два раза я уже все стараются чтобы имели священное писание так что удивляться не надо что по писанию мне вопросы задают люди знают что я люблю библию да ну вопросы хорошие евангелие от марка 16 1 по прошествии субботы мария магдалина и мария яковлева и саламия купила купили ароматы чтобы идти помазать его то есть христа а разве разрешалось и у иудеев женщинам мазать тело мужчин ну видите здесь мы же не считаем что они только принесли а потом то апостолы приходят и не говорится что они мазали его голое тело этим занимались мужчины а те только приносили принесли и тело они не разворачивали а пропиталась плащаница который был завернуто тело она обвивалась сверху со всех сторон и предохранялась от гниения и сушая влагу это не было бальзамирование тело при котором через ноздрю человека тогда это выгибки было отсасывался мозг а через отверстие в боку извлекали внутренности ну а все тело пропиталось особенными анти гнилостными составами смолами не так как вот в ванне этого преступника ульянова мочит и мочит сколько на него паразита истратили с конца нету можно было выиграть не одну школу и деревню отстроить и город держать там целый колик тип работает и считаю скоро сто лет ну вот так ну понятно 2 петра глава 2 9 стих то конечно знает господь как избавлять благочестивых от искушения и беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания что значит соблюдать для какого суда сначала нужно разобраться если для временно для наказания что-то сделал на земле не так суд дело передали то это означает не дай им исчезнуть наложите себя руки чтобы понесли заслуженное наказание а другим это будет урок чтобы они сели на скамью подсудимых то вот если понимать так что речь идет о страшном суде то слово соблюди имеют имеет такой смысл что не дай им превратиться в ничто но пусть они воскреснут чтобы ответили за свои беззакония вот так вот такой частый вопрос достаточно и вот в чат рулетки часто видно людям такой вопрос задают библии ветхому и новому замету уже много лет неужели за 3600 лет при переизданиях не были в нее внесены изменения и дополнения я слышал это мне не раз задают такой вопрос давайте посмотрим что святая библия отвечает вот если открыть мотфея 24 35 господь христос говорит небо и земля прейдут исчезнут но слова мои не прейдут и риме 1 12 господь сказал мне ты верно видишь ибо я бодрствую над словом моим чтобы оно скоро исполнилось вот это лучший гарант сохранности слова божия тем более даны такие грозные предупреждения относительно дополнения и убавления если человек верит разве он пойдет на это в 2 законе 4 2 не прибавляйте к тому что я заповедую вам и не убавляйте от того соблюдайте заповеди господа бога вашего который я вам сегодня заповедую и у второзакония 12 32 все что я заповедую вам старайтесь исполнить не прибавляй к тому и не убавляй от того притча 36 36 не прибавляй к словам его чтобы он не обречил тебя и ты не оказался лжецом и в откровение 22 18 и я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчество книги сей если кто приложит что к ним на того наложит бог язву о которых написано в книге сей если кто отнимет что от слов книги пророчество сего у того отнимет бог участие в книге жизни и в святом граде и в том что написано в книге сей притом если мы знали правило как это делалось переписывалось даже мысль не возникла это очень хорошо отец геннадий фаст в этюдах своих этюды называется книжка вышла но на теории потом все взял как они переписывают специальный человек избранный проверенный внимательный как он боится как подготавливается как если пишет слово бог хотя бы война была хотя бы царь 3 запрещение имеет права прекратить писать и напротив как только строчку одну написал сразу должен сосчитать буквы а там с которой книги переписывает там тоже против каждой строчки количество букв в этой строке он никак не мог не мог нельзя утерять потому что если было замечено при проверке три ошибки найдено было на весь свиток уничтожался весь свиток это настолько серьезно было и поэтому человек который говорит что там изменяли мусульмане говорят но это бред сивой кобылы они ничего не понимают вот только места которые библия говорит а если говорит и переписывает человек глубоко верующий да разве он посмелит это сделать это же думать надо целая вечность зависит от того как я буду переписывать так что этого быть не могло во первых по страху божьего во вторых потому какие правила переписки какое чернило из чего делается указано специальным какой пергамент должен быть переписывает из какой шкуры сделаны из какого животного молодого теленка не собачий мех так что это говорит человек который ничего в этом деле не понимает и не знает все бытие 62 вот я слышал разное толкование этих вопросов тогда сыны божьи увидели дочери человеческих что они красивые брали их себе жены какую кто избрал кто такие сыны божьи и дочери человеческие я слышал трактовку такой что сыны божьи это ангелы верно лет это даже я николаевич пести так понимал протестант уважаемый мною вот если мы посмотрим толкование дает епископ писарион эта книга еноха всегда оттуда берут а это апокриф толкует что сыны божьи это потомки сифа а дочь человеческая то потомки каина убийцы и больше ничего тут нету и все стало на свои места не аня эти ангелы сыны божьи если понимать ангелы сыны божьи то как они могли с дочерями человеческим быть когда они бесплотные они могут через человека проходить это даже совершенно не понимает о чем говорят все и вот у них там рождались исполины как там люди именитые по моему что такое написано а это что это что за люди имеются в виду знаем но они были большие люди очень большие а сколько большие не знаем большие были люди находят какие-то скелеты почему они такие рождались от этих браков то что духовного не было ничто не подавляло им рост неизвестно гадать не будем но они были большие господь их уничтожил об этом даже в книге царств пишется еще были такие сыны и на киевах а вот в библии встречаются часто слова написаны курсивом что они означают курсивом это на бок наклоненные буквы чтобы выделить тут надо еще прочитать у иисуса сиарахова предисловие об этом говорит дословный перевод с одного языка на другой имеет особые такие от особенности и затруднения требуется какое-то слово и добавить для пояснения чтобы точнее передать мысль которая в оригинале далеко просматриваются дополнительно слова они не искажают смысл оригинала но для русского человека необходимо в то же время переводчики не упускали из виду что они работают с текстом священного писания а тут необходимо проявлять максимальную точность и благоговение а добавлено разъяснительные слова они написали наклонным шрифтом курсивом с большой честностью относятся к считателям чтобы в более позднее время никто не упрекнул их что они что-либо добавили к слову божию исказили его как говорят старобрядцы или сектанты иеговисты притча соломона 30 глав 6 стих говорит не прибавляй к словам его чтобы он не обречил тебя и ты не оказался лжецом или улуки 16 17 но скорее небо и земля приедут нежели одна черта из закона пропадет царозакония 4 2 тоже об этом не прибавляйте к тому что я заповедую вам и не убавляйте от того соблюдайте заповеди господа бога вашего который я вам сегодня заповедую доказательство напугал меня все да поэтому про счету больше курсив пояснения дано и все это как раз ну да все рахов об этом говорит первой главе в библии говорится о том что не чтобы не прикасаться к нечистому и надо иначе будешь не до вечера относится ли это курина терапии прошли это собственно мочу пьет или моча ребенка ветхозаветные ощущения касающиеся плоти она к нам не относится в прямом смысле евреям 9 10 написано и которые с яствами и питьями и различными обновениями обрядами относящимися до плоти установлены были только до времени исправления но верующие христиане то имеют доступ к алтарю с причастием евреям 13 10 мы имеем жертвенник от которого не имеют права питаться служащие скини и причащаются тело и крови христовой аусерахов 34 4 написано от нечистого что может быть чистого и от ложного что может быть истинного в деяниях 11 8 я же сказал нет господи ничего скверного и не чистого никогда не входило в уста мои священники даже наставлять своих прихожан храниться от всякой нечистоты даже по подозрению чтобы они оскверняли своих ус не принимали мумиё мочу и прочее яков 3 11 течет ли из одного отверстия источника сладкая горькая вода источника называется наша уста рот точно так же должно ли входить в уста наши добрые поганая нечистая но если выпил но выпил не осквернился рот прополоскал святой водой все но однако нужно этого оберегать и уринотерапия придумали же а помогает ли конечно помогает человек это ходящая аптека если кто не знает я могу подсказать бывает на пальцах репаются руки это сырости и трещины в ухе поковыряй серы достать в ухе и замажь все выздоровел если обжегся внезапно где-то никакого лекарства нет постарайся как-то чтобы сопли потекли лук там или что-то и соплями замажь обожженное место это как белок яйца действует а у нас мы с детства научены были сидит еще то порезал там на тяпку наступил сразу куда-то отвернулся скорее пописал на руку то и все она маленько пощипала ибо никогда не болит она же дезинфицирует там все необходимое есть так что человек аптека ходящая мы никогда не знали что какие-то лекарства и даже не слышали а вот этим пользовались и пользовались как будто так и надо вот так вибрии сказано что бог человека сотворил по образу своему подобию так в чем же выражается это подобие святые многие говорят что мы созданы по образу но для для уподобления богу в чем уподобиться богу получается чтобы подобие достичь которая потеряна когда доказывает мы с бородой потому что по образу божию ну бог это вида никакого нет какая-то борода то он вещен безграничен как создатель творец зиждитель зиждитель той сохранитель сохраняющий он свободен своих действиях вот в этом в первую точку человек уподоблен богу человек бессмертен как бог со смертью тела не кончается его сущность он только переходит из одного состояния в другое когда он был создан святой или гречник он не может исчезнуть потому что он создан уничтожить себя он обвечен и бог наделил человека страшным и чудным даром свободы свободы кто-то ко мне тут лезет ничего не буду брать как-то его убрать надо сейчас второзаконие 32 15 19 стих вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро смерть и зло во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю жизнь и смерть предложил я тебе благословение проклятия избери жизнь дабы жил ты и потомство твое поэтому человек свободен выбирать а вот от свободы уметь надо пользоваться рай или ад благословение или проклятие вот считает иногда что люди в этом все сохранили себе образ божий то каким они были в раю свобода а подобие было утеряно с грехопадением и вся история человечества состоит в том чтобы человека возвести в богоподобие у филиппинцев 2 глава 5 стих считаем ибо в вас должны быть те же чувствования какие во христе иисусе быть ядин 27 и сотворил бог человека по образу своему и по подобию своему по подобию своему сотворил его мужчину и женщину сотворил и ибо как новое небо и новая земля которые я сотворю всегда будут перед лицом моим говорит господь так будет и семя ваше и имя ваше в откровении 21 5 читаем и сказал сидящий на престоле все творю все новое и говорит мне напиши ибо слова свои это и истинные верны новое в душах это преображение души утерявшие подобие божие у якова 39 можно прочитать им языком благословляем бога и отца им проклинаем человеком сотворенных по подобию божию выбираем и время 415 ибо мы имеем не такого первосвященника который не может сострадать нам в немощах наших но который подобно нам искушен во всем кроме греха левитом 20 2 7 стих освещайте себя и будьте святы ибо я господь бог ваш свят левитом 20 26 будьте передо мной святые боя свят господь бог ваш и я отделил вас от народов чтобы вы были мои но они отделенные да ну серебролюбие золотой телец их сбивает все время по сегодняшний день 1 петра 1 15 но по примеру призвавшего святого и сами будьте святы во всех поступках вот это определенно четко писание говорит мы должны возвернуться и в подобие быть подобными а образом сохраняется независимо от того исполняешь ты или нет то есть он нас сотворил не сами себя какой бы не был человек и бог дал свободу и какой бы не был человек он может свободно выразить то что бросить камень или не бросить все библии часто когда вот люди кается там применяются слова такие облегся во вретище что такое вретище это мешок из дерюги вот который такой накидывает на лошадь иногда бытие 42 27 28 рубище это покаянное или печальное одеяние из волосу конского и какого сотка на власяне еще называется на колючие а дерюга дерюга это под ноги бра брошены было и ткали сами идея дерюга как вот правда дорожка такая мы верить я это вообще из лохмотьев делали так что в ретище вот такое оно и есть то есть она некрасивая такая выглядит получается какого красоты нету притом изорванья всякого вретище потому для покаяния выразил чувство покаяния а сейчас мода пошла ходят как джинсы до протертые с дырками но года на кому-то на помойке одеты дурное все в каком месте писание сказано что перед вторым пришествием христа все народу должны отправиться свою страну и зачем это вообще не знаете как сказать от меня спрашивать евреи конституции живут а где родились родина ваша где вот исайя 13 2 14 стих тогда каждый как преследуемая серна и как покинуты овцы обратиться к народу своему и каждый побежит свою землю ты евреев касается и риме 16 16 вот я пошлю множество рыболов говорит господь и будут ловить их а потом пошли множество охотников и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелья скал а для чего это нужно сегодня как мы можем наблюдать это невидимыми темпами развивается национализм и шовидизм вот может быть когда вот такое гонение на евреев то есть сначала рыбак от и привлекает тому же урожая три раза собирают там то другое там лечение так вот а потом будут охотники прямо будет юнофобия гнать евреев будут вот таким способом бог каждой нации возвращает к истокам как говорится в родословные христа по евангелию от луки которые он дает в обратном порядке к истоку сифов адамов божий сверху как бы до низу так и будет поэтому я сегодня слушал инновационную речь полностью всю зелинский владимир александрович артист какой-то там вы избрали его вот интересно вот какое чувство я знал будет давать и не просмотрел я прямо смотрел когда еще ролика не было прямо передача оттуда шла я ставил на молитве и молился всю инаугурацию и у меня чувство это возникшая при первых минутах до конца так и не исчезла а а какое чувство какая какой еще это если бы молился ты бы знал какое чувство мне хотелось плакать самом начало я я молился едва удерживаться чтобы не разрядаться кто-то ломится ко мне прямо вот такой ответ а почему я смотрел какие там представители с разных стран и у меня только вертелся пешки они ничего не значат их нету какую игру устроили никто не молится слова божия вообще нету руку положил на евангелие на конституцию евангелие там 16 века как будто какое-то значение имеет но он артист жена сидит теперь она первая леди вчера не знаете кто не знал а теперь и он хорошее дело то он там сразу думу распустить свою решил раду и второе указал что портреты его нигде не вешали я не бог чтобы не поклоняться но хорошая вот по-простому и сразу тут показывает как бы фильм там из какого-то как президент точно так же делал он видимо оттуда взял так интересно я не могу с ничем объяснить осмотрели на парад когда вот я вас писал себе вот этот зеленского то инаугурацию а вот 9 мая путин был где я смотрел у меня никакого чувства не было просто смотрел и ну я праздную день победы хотя его праздновать и не в общем расходы одни вот ну и этого не было чувства ни сожаления ничего просто с интересом смотрел а здесь первых минут меня печали охватила я смотрю молюсь и смотрю молюсь и смотрю и до самого конца это впечатление меня не покинуло что это как будто бы кто-то врывается как будто что-то уничтожает вот такая такая у меня как бы картина я ничего не видел но мысль такая и вы все как мошкара исчезните никого не будет ему пять лет а через пять лет вас половина может не будет а может и всех и опять крым да и донбасс тоже вам отдастся крым про донбассе никогда не говорил что его надо брать а крым он всегда был наш он истории не читал какое отношение к донбассу имеют это хрущев по дурости мне не петровне жене отмахнул всегда никогда он не был и а то русские то воевали этот суворов и прочее но вот так в книге пророком аллахи все время говорится от имени господа саваофа как понимать это имя но не только у него это если кто библию считает знает сафония много раз говорит это бог сил от слова сваот то есть войска этим словом иногда называется это небесное воинство планеты и ангелы от авторозакония 4 19 17 3 даниила 8 10 3 книга сарс 22 19 2 паралипоменон 18 18 господь небесного мира и мира духов сейчас он называется его в адамай свобод то есть господь воинств 1 царство 1 3 17 45 солом 58 6 иса я 18 7 и риме 15 16 осень 12 5 и а кого 54 я доверяюсь тем кто дает этот ответ знает язык этот я его не знаю но хорошие словари не устрема словарь много архимадрита никифорова все книги у меня были сейчас где-то есть он так что я и проверять не буду доверяюсь что именно так начальник воинств начальник воевода все в новом завете говорится о царстве божьем и о царстве небесном это одно и то же или это разные понятия одно и то же когда есть попытки разделить неделимое то происходит от необразованности или плохого знания библии потому что начинает умничать это высокоумие называется у нас потеряю к 1 был такой и так какой-то надел я не знаю что-то и погонщики у нас сказано что погонов не было потому что мы не военные а которые у нас военные есть три человека юрист и два врача у них звание это майор и можно потому что это соответствует действительность она храм в их форме не не желательно приходить мы против ничего не имеем а то на гражданской одежде да ну а вы тоже носите на меня один-то высокоумный такой я говорю как нашу погоны не то войну того у солдата еще было домой то в чем пойдет после войны только в шинели эти шинели они носили и носили носили они крепкие без погонов конечно вот так это написано что беда народу как как библию не знают а иисус на это просто ответил 22 29 матфея надо наизуя заучить он горит заблуждайтесь не знаю писание и силы божии все отсюда идет зато вас прямо говорит что беда народу от незнания библии не считая божьих законах ты их не знаешь а не знаю ты нарушаешь а нарушая ты погибаешь и все это того что ты не считаешь священное писание и ион златоуст матфея 53 написанежина жены нищ Guillärkeс сарсы небесное запомним дещи и духом сарса небес на луки 620 он возведя общества и научеников стоит уже жены нищий духом ибо их есть сарство божий а там сарста небесное и таких мест не 2 и не 3 в библии я одно и то же и награда за одно и то же обещаютсяото царство божие то сарся небесная что же небесно но разве не божья а А Божья, разве не небесная? Так что противоречий никакого нет. Но это одно и то же. В Деяниях, 12 глава, с 18 по 19 стих. Мы читаем. По наступлению дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ироджа, поискав его, не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию. И там оставался. Ну, здесь речь о том, что ангелы освободили Петра, апостола Петра. И Ирод за это их наказал. За что Ирод приказал казнить стражей? Они же были невиновны. Ну, понятно. Но Бога-то знал этих воинов, сколько вины были. Поэтому за... Его как это... Казнил. За что казнил? Ну, самодур был. Вот. А как отвечать? События, часто, которые нас окружают-то, или то, что иногда считаем, они когда-нибудь во всей полноте мы не сможем понять, тем более божественнее. Нужно знать причину, которая привела к этому, путь, жизнь тех людей, кто участвует в этом событии, и знать, что последует за этим. Нам неизвестна жизнь этих воинов, их отношения ко Христу, проповеди апостолов. И они стояли, не жизнь сохраняя Петру, но готовя его к казни. Так ли уж они были безвинны? И Бог полагает предел, ибо только Он знает прошлое человека, будущее до конца. Вот иногда бывает, ни в чем не повинные люди погибли. Ну, не так, как сказать. Когда, говорит, во время дома взрыва, там погибли ни в чем не повинные люди, в самолете вот было сгорели, то писавший эти строки, он не знал ни одного из погибших-то. И написал не слова есть, а изрек привычное журналистское изречение. Если бы он написал, что погибли люди ни в чем не повинные перед террористами, тогда было бы, выглядело бы по-другому-то. А не повинных ни в чем людей, если так разобраться, их вообще нет на земле. Яков 2.10 говорит, кто соблюдает весь закон, соблюдает, а им согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. А это были языческие стражники, и в эту ночь они не были виновны перед Иродом, но были виновны перед Богом. Ярос Ирода показала, как нужен был ему Петр для показательного процесса. И вот в этой репрессивной машине Ирода Сталина и Гитлера свою роль исполняли витники, ГПУшники, милиционеры, КГБшники, эсэсовцы. А царя Нестерина Херима были постные войска, мы считаем в Библии, против Иерусалима. И тогда там погибло сразу в одну ночь 185 тысяч таких же военнослужащих. Как те, так и эти воины могли не участвовать в гонениях на верующих-то. Или же сами могли стать мучениками Святого Бога. Поэтому, когда мы видим, как Бог наказывает кого-то, было репрессии, были 37-го года, гибнут люди в авиакатастрофах, мы можем только молить Бога о пощаде и благодарить, что мы не попали в эту мясорубку. Но жалеть несчастивых, а дотайствовать за них, когда они уже приговорены Богом к смерти, нельзя, если в них нет раскаяния. 48-10 Иеремия Проклят, кто дело Господне делает небрежно и проклят, кто удержит его меч от крови. Вот и всё. Да как тогда, там погибли дети? Ну, прочитал и всё. Я сразу прочитал и отошёл. Зачем я буду говорить и спорить? Мне зачем? Всё. Ещё там полчаса-то есть, наверное? Да, я разделю. Мне легче, если цельный будет ролик, чтобы потом я его просто делю. пожалуйста, я к тому говорю. Да, пожалуйста. вопрос к вам как к духовному отцу. Что делать, если не хочется читать Библию? И в чём может быть причина этого? Ну, причин-то, конечно, много. Так заочно никак не скажешь. Ну, Библию не хочется читать. А Библия – это духовный хлеб. Но когда у нас пропадает аппетит или болеем, надо всё равно есть, чтобы не умереть. Это так понятно. Можно даже врача попросить прописать горькие лекарства из полыни. И тогда может появиться позыв на пищу. А вот ты только желай, проси об этом, а Бог знает, какими путями это выполнить. И чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Нужно прочитать внимательно Псалом 118. Словами уставы, повеления, завет, закон, постановление говорится о Слове Божьем. И Давид с радостью свидетельствует Богу, что Слово Его спасает в любой обстановке. И вот я приведу несколько мест из них. Псалом 118, стих 117 и 118. Поддержи меня и спасусь, и в уставы твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов твоих ты не излагаешь, ибо ухищрение их ложь. Псалом 17, 23. Ибо все заповеди его передо мною, и от устава его не отступал. Умалахи 3, 7. С одни отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Поэтому скажем, кто не читает Библию, конечно, тот погибает. И у Библии есть такое свойство, что ее не хочется читать. Я соглашусь. А вот если начал читать, то не хочется прекращать чтение. Псалом 118, 97, 50 стихи. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Это утешение в бедствии моем, что слово твое оживляет меня. Вот сегодня Зелинского Владимира Александровича инаугурация была, и у меня в глазах писание было, и все вы кора. И никого не будет. Насчитали откуда-то 65 миллионов по всему миру украинцев. Это я попутно просто сказать. Не знаю, я только молиться могу. Вот так надо вызывать в себе жажду. Вот я стоял и думал, какие места писания высветят это. И сколько гляжу люди, лицемерие. И там Порошенко сзади сидит, но ему тоже должность какой-то дали. И думаешь, ой-ой-ой, все решили, все собрались, поздравляют, дают, надевают на него, как будто это посвящение в масон, очень похожее. Да, все это человеческое, все это между людьми чисто, и перед людьми. Не было бы людских мнений, никто бы ничего это не делал. Да. А был ли обрезан Моисей? Или в то время таблет не совершался? Да, вопрос такой. У него, если он еврей, обрезать намного раньше, начали от Авраама. Моисея был обязательно обрезан восьмой день от рождения. За этим очень строго тогда смотрели евреи. Первое Маковейско 1.61 А младенцев вешали за шеи их, да мы их расхищали и совершавших над ними обрезание убивали. Первое Маковейско 2.46 И небоязненно обрезали необрезанных детей, сколько находили в пределах израильских. У нас народ также ничего не знают и живут поязычески, но покрестить ребенка обязательно постараются. Итак, ныне мусульмане и иудеи обрезание сверх обязательно, а дальше ни шагу. Притом под страхом смерти было дано повеление об обрезании. Это считаем в ГУТИЕ 17.12 Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей в восьмой день. истребится душа из народа своего ибо он нарушил завет мой. Очень строго смотрели, а обрезание прообразовало крещение. Ну и тут вопрос совпадает, так и нужно делать, крестить ребенка. Ну и еще отдохнем маленько? Или все на сегодня? Хотите отдохнуть? Да, мне надо выйти там собрать хлеб у меня, сушиться на крыше. Сегодня дождь пошел, пропало, все, опять разложил. Побегу собрать. А, все, тогда давайте на сегодня все. Да. Да, я на работу скоро уже ухожу. И уже можно не раз в четыре дня будет, а чаще, потому что я уже переехал, я здесь, так что можно будет послезавтра опять. закачивать не буду, они у меня будут в корзинке лежать в определенной. Да, да, Сами записывай, а какой надо, вы мне скажете, а заглавите, вот такой-то, такой-то, и я сразу допуск дам. А мне, знаете, мне очень удобно, когда у меня есть и ваш, и мой, и я где-то там, у меня хуже, я ваш. Хорошо. Что-то у вас хуже, я у себя. Хорошо. Вот так. я ужму и перешлю. Все, дай Бог. Тогда счастливое написать сразу, счастливое, сегодня 20 мая. По счастливое не решим находить. И на меня, когда будете возвращать, тоже где-то сбоку подписать. Ну все, с Богом. Все, спасти Христос. Аллилуйя, спасти Христос.